приветствую всех металлистов на моем канале ждал ли я чего-то эдакого от арии да нет не ждал зная дубинина и холстинина с творческой стороны ясно было что новый альбом не станет отличаться от прошлых надеялся ли я что в нем будут какие-то суперские мелодии да надеялся и в общем эту надежду мне подарил прошлый релиз через все времена тогда я подумал а ведь пластинка очень даже неплоха есть отличные композиции не так как лучшие времена но из последних трех релизов он мне понравился больше всего думалось группа еще не все сказала и возможно впереди открытие второго дыхания смогли ведь джуда сприст у да а чем хуже ария перед выходом проклятия мари и михаил житняков сказал что музыка получилась экспериментальной я ж напрягся да ладно думаю шутит наверное конечно каждый видит эксперименты по-своему но ничего подобного лично я не услышал все тот же непоколебимый консерватизм так что второе дыхание которое слегка приоткрылась на предыдущем релизе резко захлопнулась тяжелой отдышке вообще последний релиз от арий который мне по-настоящему понравился это крещение огнем многие тогда кричали все кипелов ушел жопа группе но музыканты сделали работу по лучшей химеры худшего альбома арии кипеловского периода а вот потом пошло поехало один слабее другого примерно три отличные песни на альбом и все остальное забывается на раз-два да можно сказать что ария нас избаловала стопроцентными попаданиями на протяжении стольки лет но черт возьми после генератора зла по сей день не слышу от них ни одного альбома которому можно было бы даже с натяжкой поставить максимальный балл я не торопился делать обзор на проклятие морей и выкладывать его на следующий же день после выхода как это сделали многие обозреватели слушал на протяжении почти двух недель пытаясь внедриться в какие-то потаенные музыкальные уголки этого релиза хотя в таком стиле как хэви металл мне кажется всегда все понятно сразу и тем не менее я внял просьбе маргариты пушкиной которая обратилась поклонникам арии ну что начнем по порядку первым номером идет гонка за славой на стихи александра елена довольно неплохая песня лично мне понравились и музыка и содержание да без особых восхищений но тем не менее в дальнейшем я пойму что это действительно очень хорошая вещь в сравнении с тем что ждет дальше вторым номером идет варяг известная в качестве сингла стихи написал игорь лобанов из группы слот ария уже не первый раз ним сотрудничает видимо стараясь разнообразить авторов композиция полное разочарование мне не нравится что в ней каждое слово так долго тянется но так растягиваются житникова аж хочется помочь как то ускориться но хоть немного и еще она так нелепо сложена что когда вступает припев ощущение будто он вырезан из другой песни первый момент я даже подумал что она перескочила на другой трек в общем безграничная нудная вещь следующая эра люцифера снова автор стихов александр елин как и в первом случае у меня сложилось такое ощущение что у группы получилось лучше написать музыку именно по стихи александра может потому что они проще ну не в том смысле что примитивнее нет он великолепный поэт но реально вот вторая композиция на его слова и снова попадания но ложка дегтя все же есть когда песня зазвучала я не мог избавиться от мысли что уже где-то подобное слышал покопавшись немного времени в памяти я вспомнил такую же куплетную чеканку на воля и разум ну если не брать во внимание припев и еще она мне также напомнила какую-то композицию из репертуара scorpions наверное где-то из альбома crazy world ладно спишем это на мою придирчивость в целом очень хорошая композиция хороший припев и наконец-то достойно арии отличная соло партия во второй половине дальше трудно быть богом снова стихи лобанова такого чередования авторов стихов хорошее начало в песне но как только дошло до слов крылья вдаль уносят наш спецотряд я просто выпал вот этот спецотряд вообще не пришейка были хвост что рифмы никакой что само словосочетание но вообще не в тему я конечно не поэт но мне кажется что спецотряд можно было заменить каким-то синонимом более поэтичным и подходящим к музыке ощущение что во многих композициях мужики буквально натягивали стихи на музыку не особо заморачиваясь на качестве рифмы таких нелепостей в этой песне оказался целый пакован учитывая педантичность холстинина с дубининым и то как они часто воевали с той же пушкиной относительно каждого слова странно слышать вот такой вот дешевый результат кроме того трудно быть богом также как и варяг мучительно тягучая никакого более динамического перехода я просто реально ждал когда она закончится следующая пусть будет так стихи маргариты пушкиной отличная баллада отличные стихи звучит все складно блин вот честно говоря я не думал что буду делать на этом акцент и так радоваться в былые времена само собой разумелось что так должно быть а теперь не только кипелов грешит антирифмой но и ария тоже дает такие осечки в общем композиция пусть будет так это несомненный плюс дальше все начинается там где кончается ночь стихи маргариты пушкиной середняк с хорошим припевом и не более того и опять же тема байкеров меня уже поддостала проехали дальше композиция живой слова маргариты пушкиной продолжительность где-то около девяти минут ну вот здесь вот все идет как надо чувствуется развитие переход на такой качающий рифинг чувствуется как песня начинает пульсировать но затем снова всплывает жуткое несочетание музыки и слов в куплете не открывай посланцу дверь затаись не дай ему переступить через порог он станет тенью не начав свой монолог блин ну до чего коряво это звучит в песне такая безбожная дисгармония лучше бы эти строки просто прочли как прозу например каким-то другим голосом где-то может быть на заднем плане учитывая смысл песни вполне было бы в тему я понимаю что сейчас многие слушатели думают вобля нашелся учитель рассказывает арии как нужно писать музыку безусловно не мне учить но слушая работу в которой такое количество недостатков невольно думаешь как бы могло звучать иначе это лишь мысли вслух и хотелось бы но к плюсам эту тему я не могу отнести хороша она лишь наполовину дальше убить дракона слова маргариты пушкина и с таким политическим подтекстом в общем то еще одна тема в которой я узнаю арию хотя композиция на самом деле не так уж сильно просто в сравнении с множеством занудства присутствующего в альбоме она звучит как-то живее хотя опять же раньше в лучшие времена вот такие темы были середняками в творчестве арии на фоне фантастически ярких композиций а таковым я не могу отнести ни одну в новом релизе следующая дым без огня стихи владислава тарасова это новый автор будут ли еще его тексты в дальнейшем посмотрим музыкально очень слабая композиция от чего и стихи проходят мимо ушей и снова вот эта тянучка каждого слова ну сколько можно кто-то скажет что и такие песни должны быть в альбоме может быть но в проклятие морей их слишком уж много хотя вступление у этой песни было неплохое кстати не первый раз хорошее начало и полный шлаг в продолжении следующая от заката до рассвета стихи александра елена здесь что по стихам что по музыке ничего хорошего не скажу а куплет перед припевом очень уж сильно напоминает такой же как композиции ночь короче дня где звучат слова луч зари к стене приник я слышу звон ключей вот и все палач мой здесь со смертью на плече если кто забыл послушайте еще раз музыкально это фактически абсолютная копия и наконец венчает альбом главная композиция одноименное проклятие морей слова маргариты пушкиной продолжительность 12 минут раньше ария умела сочинять подобной длины эпические треки просто невообразимо насыщенными мелодия за мелодией какой-то трогающий драматизм но здесь это вообще нет слов главная музыкальная линия а вернее полное ее отсутствие это просто гитарный шаблон откровенно айрон-мейденовского репертуара но как так ни развития ни толкового припева вообще ничего 12 минут они перебирают одно и то же нудное подобие мелодии маргарита пушкина говорила чтобы мы не спешили с выводами слушая этот альбом если говорить о стихах то большая половина тем уже утомила настолько что слушать их просто не интересно добивает одни и те же выражения те же метафоры которые ты слышишь в каждом альбоме по многу раз может именно поэтому в последние годы мне например гораздо больше нравится поэзия балашовой с которой работает сергей маврин и дело не в том что пушкина якобы сдулась как многие говорят ведь для других проектов она пишет куда более цепляющие стихи которые также отлично подошли бы к репертуару арии скорее всего что дело как раз в главных лицах группы ну и наконец музыка сколько ни слушай ничего не слышится альбом слабый много какой-то вялости не хватает выразительности динамики а про массу самоповторов я уже молчу ощущение что музыканты арии почти вычерпали свой колодец до дна и пора копать новый и не бояться что-то менять а может быть им просто лень ведь кататься взад-вперед по укатанной дороге легче 3 балла на этом все спасибо за просмотр и до следующих обзоров